Четвертое занятие, в котором мы проведем базовую настройку редактора Brackets. Первым делом, давайте мы перейдем в главное меню, в пункт Вид. И здесь, обратите внимание, сразу показываю, где скрывать боковую панель. Ctrl-Alt-H, либо вот здесь. Щелк, видите, да? Нажму я Ctrl-Alt-H, и она назад появляется. Дальше идем. Это увеличение, уменьшение шрифта, но это я вам уже показывал. Подсвечивание активной строки. Что это значит? Давайте мы его включим. И обратите внимание, теперь, когда мы курсор ставим на любую строчку, она вся начинает подсвечиваться. Достаточно удобная фишка, если длинные строки, чтобы, в общем, не сбиваться со строчки. Следующий момент, это номера строк отключают вот этот столбец нумерации. Щелк, видим, он отключился. Щелк, включился. Потом, что еще? Это заворачивание строк. Что это значит? Давайте мы его отключим. И обратите внимание, что у меня внизу появился горизонтальный скроллбар. Ну, прокрутка горизонтальная. Что это значит? Если какая-то строчка не влазит в один экран, она идет дальше, видите? Вот пошла дальше она. Если мы отключаем, точнее, включаем заворачивание, то наши строчки автоматически доходят до края экрана и начинают переноситься на новую строку. Таким образом, весь код вмещается в один экран и не надо его двигать влево-вправо, чтобы посмотреть, что же там написано. По-моему, достаточно удобная штуковина. Так, теперь перейдем к строке состояния в статус-бару и видим, что изначально здесь показывается, где находится наш курсор. То есть, строка 50, столбец 103. Давайте мы вот здесь поставим его. Строка 12, столбец 1. Потом указывается, сколько всего строк в нашем файлике. Следующий режим. Давайте я вот поставлю сюда курсорчик. Так, это вставка либо замена. Давайте я вот включу замену и смотрите. Ну, в общем, как работает вставка. Например, я тут размещаю два восклицательных знака, они сюда влазят. Если у нас стоит режим замена, то автоматически курсор будут заменяться символами. То есть, давайте я опять поставлю восклицательный знак и видим, что наш вопросик заменился вот таким вот восклицательным знаком. Это режим замены, чтобы вы знали, что, где его отключать. Также это клавиша Insert на клавиатуре. То есть, смотрите, я сейчас ее нажму. Опа! И у меня меняется курсорчик, видите? Дальше указывается тип файлов, в котором мы работаем. То есть, если программа по ошибке поставила не тот тип, то вы здесь можете поменять его. Видим, тут дофигища всего можно, зачем работает наш редактор. И следующий момент – это пробелы. То есть, изначально стоит 4, то есть, если мы нажимаем, например, Tab, то он перемещается ровно на 4 пробела. Если же мы здесь, например, укажем сколько там, ну давайте я 9 укажу, и опять-таки вернусь назад. Блин, сейчас я отменю. Видите, опять-таки щелкаю, бах, то уже начинает больше отступ идти. То есть, вот таким образом все это дело работает. Итак, в принципе, теперь вы знаете немножко, где тут и что базово настраивается, и мы можем переходить к следующему занятию. «Голос-Ф»